Друзья всем привет с вами Никита Дилэй и добро пожаловать на зеленую долину мы друзья продолжаем проходить эту карту стартует у нас второй сезон кто друзья не смотрел первый то тут в правом верхнем углу сейчас выскочит плейлистик или в описании можете найти в общем то советую его посмотреть хотя вообще начало этой карьеры начинается на карте агромаш в общем то кому интересно дуйте туда а для тех кому не интересно я в общем то сейчас расскажу что мы уже имеем на этой карте да друзья кстати обновил я немножко технику соответственно в соответствии с нашим паком много чего нового у нас появилось например буханку я взял просто для антуража что ли очень сильно сомневаюсь что мы будем когда-нибудь ей пользоваться в общем то техники друзья у нас сейчас стало много новой по сравнению с первым сезоном и в общем то обо всем по порядку когда будем ей пользоваться тогда и будем о ней говорить а сейчас погнали посмотрим что у нас вообще есть у нас друзья есть 16 поле на нем растет канола которую я не убрал в прошлой серии из-за лени что ли я не знаю почему я этого не сделал но в общем то сейчас у нас идет здесь уборка работает два валерона точнее вон девочка какая-то ездит и соответственно другая девочка на команде ну и вроде как они нормально работают что-то пытаются убирать здесь также друзья у нас есть 22 поле она у нас заточена под кукурузу мы на нем всегда сели кукурузу и наверное так и будем продолжать делать хотя я еще об этом подумаю куруза которая идет на вот эту вот замечательную сечечку которую мы переделываем силос которую мы продаем поле 22 у нас находится прямо около бога правда как вы все прекрасно знаете я маме я надоело мне пользоваться я маме поэтому я сюда пихнул наш замечательный любимый ферментатор который перерабатывает сечку и траву в силос однако это падла у нас оказывается забита здесь лежит миллион литров силоса и мы продолжаем все это дело наполнять силос этот мы продаем но на этой карте сделано немножко хитрая продажа силоса она на глобале почему-то не знаю зачем соответственно у нас есть два варианта чё с силосом делать вот здесь у два приемника один идет на продажу во второй друзья идет на производство газа в баллонах если мне не изменяет память 19 версии он вообще бесполезен его только продавать можно поэтому я в общем-то все это дело продаю но и здесь не все так хорошо здесь у нас полностью забился дегистат точнее но перерабатывать это все дело в дегистат и хранилище тоже забилось поэтому нас ездит вот такой вот парниша который это все дело продает за копеечку но продает ну и соответственно силос потом тоже продается я этот приемник немножко тоже переделал он во-первых работает у меня быстрее чем по дефолту задумано автором но и бункер разумеется побольше стал потому что там 50 кубов что ли он был осталось теперь 500 но потому что это не серьезно если и хотя бы и играешь без перемоток времени там и не знаю в кооперативе может быть это еще и про канала бы но так как я пилю эти гребаные серии на сраном ютубе то мне такой вариант развития событий не устраивает в корне поэтому пришлось сделать так я вот только еще не обратил внимание и не могу понять по какой цене продается силос у нас через это производство он раз в час нам приходят деньги я не могу понять даже сколько может я не объем не могу отследить ничего может быть и стоит запариться по этому поводу но очень лень я думаю теоретически то уж точно должно больше бы чем не знаю но сарай продавать ну ладно в общем то у нас есть бга тут вовсю тоже идет работа валер чеки трудятся сила смутится как-то так также друзья у нас на этой карте куплено седьмое поле и коровник соответственно это одна территория на седьмом поле у нас растет хмель который уже созрел и который я до сих пор не убрал наверное серии 2 он у нас тут таком состоянии а может быть и короче не помню но в общем-то лень матушка не позволяет мне его до сих пор убрать но после кукурузки в общем-то этот тот комбайн мы перегоним сюда и он будет убирать хмель это у нас сила с ником убирается если что далее большая территория коровника здесь у нас расположен компост мастер и сколько-то компост у нас тут есть дайте камни триггер где-нибудь посмотреть во я не помню уже честно говоря что я сюда высыпал здесь у нас 37 кубов компоста лежит лежит он здесь просто на черный день когда-нибудь он нам понадобится не знаю для теплиц для виноградника куда он там требуется еще не помню в общем-то он у нас есть если что мы его сможем отсюда без проблем взять здесь у нас находится корма смесители для свинок и для коровок для свинок я не запускал вообще а для коровок у нас запущен и вроде как в нем даже должен быть какой-то корм да он полностью забит моносмесью и кстати надо покормить коровок принципе тут еще есть из чего этот корм делать я пока это дело трогать не буду также друзья у нас есть коровки в первом сезоне их было у нас 4 но сейчас их стало 40 я не знаю нам короче подогнали коровок соответственно жрачки им раньше хватало на это все дело но так как их увеличилось количество их увеличилось в 10 раз то соответственно жрачки они стали требовать в десять раз больше поэтому надо сюда им сегодня будет это все дело закинуть сколько есть да стоит у меня мод чтобы наводить здесь порядок чтобы он соломы им возил автоматически и чтобы вода у них была автоматически нам приплыло 518 евриков за дегистат какая радость поэтому наше дело в общем-то их только кормить больше мы ничего с ними делать не будем ну и соответственно потом молочко забираем навоз может быть куда-нибудь пойдет разберемся есть у нас также до дохрена соломы или не очень дохрена тут так вот и не скажешь сходу да короче вот такой вот сток соломы у нас есть можно через глобал посмотреть сколько здесь соломы у нас 152 102 но 250 кубов соломы есть и нормально еще в тюкохранилище есть дохрена тюков если что тоже на черный день когда-нибудь будем их использовать и сена дохрена и травы дохрена и соломы тоже дохрена если что в общем то все эти ресурсы у нас есть мы этого всего затарили также здесь для приготовления моносмеси есть немного силоса в яме 380 кубов осталось это чисто так для моносмеси потом забьем как-нибудь на досуге наш короносмеситель пока что с кормом вроде у них все не так уж и плохо но надо их покормить на всякий случай сегодня будет обязательно закинуть то что есть в общем-то займемся далее друзья погнали по производствам чего у нас имеется во первых у нас есть топливная мельница здесь есть 20 кубов топлива соответственно привозим сюда канулу делается топливо канулу мы и сейчас собираем потому что топливо нам по сути дела надо хотя я как-то у меня семь пятниц на неделе я то решаю что мы топливо будем покупать ну его нахрен его самого производить то я решаю что почему бы его не делать если мы можем это делать короче человек настроение на данный момент я собираюсь его делать также друзья у нас есть угольная шахта на угольной шахте еще осталось немного топлива даже накопала она нам 72 куба угля сегодня ничего запускать не буду уже в следующей серии мы запустим все производства которые можем сегодня просто пробежимся посмотрим в общем-то добыча угля у нас есть уголь нам добывает я пока тоже не придумал куда его использовать пока некуда поэтому накопим сколько здесь надо его сколько влезет точнее влезет его здесь судя по подсчетам 500 кубов поэтому пускай в общем-то добывается также на одном участке с угольной шахтой мы купили и родник скважина это скважина до называется соответственно она до сих пор работает потому что очень мало топлива она потребляет работает очень медленно это пару серий назад ее запустил и она в общем-то нам уже почти 100 кубов воды добыла питьевая вода будет использоваться на всех производства которые требуют питьевую воду ну которые связаны с какой-то пищевой промышленностью что ли типа там пив заводов и так далее ну и в передачу ко всему этому дерьму имею ввиду угольную шахту и скважину у нас есть карьер карьере у нас добывается песочек который нам на данный момент требуется на стройку стройку плотины к ней мы еще перейдем соответственно тут у нас добылась уже до хрена песка 100 кубов я еще освобождал это дело тут куча лежит отсюда этот песок надо брать погрузчиком и отсюда вывозить чем я в принципе и собирался не позаниматься максимум тут горка может быть 100 кубов и она у нас нас собиралась надо было доставать отсюда работника этого сраного поэтому я тут немножко в общем-то в сторонку подгребал чтобы он закончил работать надо будет это все дело аккуратненько собрать также друзья у нас куплена пасека какое-то время я сюда возил работника потом забил на все это дело нам нас собиралась тут 4800 литров меда вот он здесь вот такой вот стоит в бидонах мед если мне память не изменяет используется на производстве коньяка в принципе продавать его просто так я не хочу мы его тут немножко накопили но может быть и потом еще продолжим это все дело делать посмотрим как у нас по рабочим будет планы у меня немножко поменялись по сравнению с первым сценарием на прохождение так что будем смотреть по обстоятельствам такая смотрю этому трактору тяжело отоехать 40 кубами то надо наверное трактор побольше сюда будет зарядить нормально у него так переднюю ось подкидывает ну и наконец друзья одна из таких фишек этой карты которая мне в принципе нравится это строительство плотины и мы этой плотины уже занялись первый этап у нас прошел и мы готовы приступать ко второму этапу для второго этапа нам нужно привезти сюда инструменты песок гравий цемент короткие доски длинные доски и работника не одного там десяток причем по моему они все равно полтора дня это будут делать три смены рабочих надо будет сюда возить в общем-то автор рекомендовал все это дело заполнять в порядке очередности поэтому с инструментов мы начали инструменты здесь покупаются мы их купили и привезли сюда песок и гравий мы добывать будем песок уже начали гравий пока что нет была одна попытка но там как-то это все дело не сложилось там какой-то забаганный триггер стоит и судя по всему нужно пользоваться исключительно стандартной бочкой точнее которая в комплекте с карты идет в общем-то потом еще попробуем гравий нас тут по соседству прям добывается так что не проблема будет его сюда подвозить доски короткие длинные мы тоже будем покупать потому что я честно говоря задолбался пилить лес поэтому везде где нужны поддоны и ящики коробки что там еще тары какая у нас производится из дерева доски короткие длинные мы в общем-то все это дело будем просто покупать так что в общем то все это выглядит как то так в общем то как я и говорил нам нужно покормить животных точнее животных коровок у нас пока кроме коровок никого больше нету соответственно так как мы все равно поедем на карьер я решил убить двух зайцев одновременно и поэтому можно это сделать с помощью этого гребаного урала да он карьерный немножко не предназначен для того чтобы кормить животных но почему бы и нет и нас производство кстати моносмеси сразу запустилась мы им сейчас два кузова сюда высыпем я думаю на ближайшее время им хватит а дальше уже будем по обстоятельствам смотреть сейчас хочется побыстрее все закончить и того друзья что мы имеем 69 кубов у них есть и в оранжевой зоне в принципе находится на пару дней должно хватить на пару серий в общем то будем стараться за этим делом следить и постараюсь я не забыть про кормосмеситель и туда ресурс подогнать или освободить его если он вдруг забьется но сейчас друзья на карьер соответственно есть у нас урал есть у нас вот такой вот погрузчик amkador который вроде как не совсем amkador ну и ладно соответственно сейчас песочек который у нас здесь есть нужно засыпать в этот гребаный урал и отвести его соответственно на стройку я так понимаю все урал забит до 20 кубов песка ну да ориентировочно там 67 ковшей в него влазит по три куба в общем-то погнали все это дело отвезем теперь на нашу плотину на стройку и приехали мы на плотину давайте разгружать песочек подъедем по фэн-шую задним ходом не знаю зачем но чет мне вот так вот захотелось прям я надеюсь здесь не будет никаких проблем с триггерами потому что да я не первый день на этой карте играю вроде увидел высыпаем песочек соответственно пошел заполняться его сюда нужно очень дохрена друзья и знаете что мы наверное по добыче песка по вот этим вот перевозкам проведем с вами стримец скорее всего завтра вечером но то есть завтра вот как выйдет серия серия должна выйти в среду утром соответственно в четверг вечером мы проведем стримец предварительно по планам я ничего не обещаю может быть я постараюсь и все такое чтобы потом не это самое не бросались меня камнями что мол я обещал ничего не обещал в общем проехал пацанчик пронесся так вот в общем то мы позанимаемся вот этой вот бякой с погрузчиком не очень я хочу конвер туда тащить если честно хотя может быть потом все таки психану и привезем туда именно конвейер поэтому друзья чтобы не пропустить стрим подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы прямо вот стопудово его не пропустить можете присоединиться к нам вконтакте или на нашем сервере в дискорде везде есть уведомлялки предварительно о том что будет стрим также друзья не забываем про лосики и комментарии давайте реально вот прям дохренища лойса соберем я буду прям счастлив на этом друзья с вами прощаюсь всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита делой всем всего доброго пока пока